МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И так называемые эффективные контракты во Вселожской городской больнице. Не надо этого делать, вас восстановят на работе, если даже вас уволят. И вот Магдалина Юрьевна не подписала этот трудовой договор. И события разворачивались следующим образом. После того, как Магдалина Юрьевна не подписала этот новый трудовой договор, так называемый эффективный контракт, ее уволили в трехдневный срок. И она обратилась с заявлением непосредственно в профсоюзную организацию действия, чтобы защитили ее права. И профсоюз действия составил вот такую вот бумагу, где на четырех страницах объяснил главному врачу, что все это незаконно, что куча нарушений. Ну и главный врач вообще не отреагировал совершенно никак на эту бумагу, потому что для главного врача Шипачева нарушать закон – это обычное дело. Поэтому обратились к прокурору Ленинградской области с просьбой провести проверку и восстановить на работе Высоцкой Марины Юрьевну. Посмотрите, это огромное обращение. На четырех листах вы видите, сколько нарушений. Если вы остановите стоп-кадром, то можете прочитать, что мы имели в виду. Ну и вот сейчас, середина января, Высоцкая Магдалина Юрьевна восстановлена на работе. И вот приказ этого главного врача Шипачева, который своим приказом доводит следующее. В исполнении представления Всеволожского городского прокурора об установлении нарушения федерального законодательства номер 7, 98, 20, 20, от 21, 12, 20, 20, руководствуясь статьей 234 Трудового кодеска Российской Федерации, приказываю отменить приказ от 30, 10, номер 7, 12, 09 ЛС об увольнении, допустить Высоцкого Марины Юрьевны к исполнению трудовых обязанностей по прежней должности врача-толаринголога в амбулаторно-поликлиническом подразделении в Севоложской поликлинике хирургического отделения выплатить Высоцкое МИЮ за время вынужденного прогула с 31 октября по 18 января денежную компенсацию в размере среднего заработка. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на начальника отдела кадров Парфенову Татьяну Юрьевну. А профсоюз действия открыто обращается к губернатору Ленинградской области Дрозденко. Товарищ губернатор, мы снова к Вам обращаемся. Вы сказали, что тут ситуация подогрета профсоюзом действия. Но посмотрите, прокуратура нашла нарушения, и врач лор восстановлена на работе. Этих нарушений здесь уйма, и Вы поймите, что на работе восстановлен один человек, а права нарушены в отношении сотен, сотен медицинских работников и работников сферы здравоохранения, потому что, со слов того же Валикжанина, во Вселожской клинической межрайонной больнице работает более двух тысяч человек. И вот к этим людям приезжали тройки и заставляли там, вытрясали из них подписи, чтобы они подписались под этими недействительными трудовыми договорами в нарушении трудового законодательства Российской Федерации. То есть их преднамеренно вводили в заблуждение. Но разговор сейчас не об этом. Разговор о том, что профсоюз действия снова предлагает уволить этих чиновников, которые многократно, сотни раз нарушили трудовое законодательство Российской Федерации в отношении сотен работников. Предлагаем их уволить, на их место поставить тех, которые не будут нарушать трудовое законодательство и закон о профсоюзах. Это касается прежде всего главного врача Шипачева и его администрации, а также главу комитета здравоохранения Ленинградской области Валикжанина, который покрывает вот эти все действия. Заодно уволить этих юристов, которые составили эти новые трудовые договоры с такими нарушениями. Где вы их там понабирали? Получается, написали в скобках эффективный контракт, критериев нет. Соответственно, нету отдельной бумаги по комиссиям первого и второго уровня с участием непосредственно этих же работников, которым будут применяться вот эти критерии эффективного контракта. А профсоюз действия показал себе организацией, именно той организацией, которая планомерно, нестихийно отстаивает права трудящихся. У нас в профсоюзе есть все, и коллективная борьба, и поддержка юридической службы. И чтобы вступить в наш профсоюз непосредственно во Всевышкую клиническую межрайонную больнице, надо всего лишь написать заявление, сфотографировать его и послать по адресу vgp67-mail.ru непосредственно председателю Владимиру Геннадию Петровичу, потому что все еще стоит задача подписать коллективный прогрессивный договор, который разрабатывается именно профсоюзом действия. Вступайте в профсоюз, боритесь за свои права в составе профсоюза действия. Ну и еще раз поздравляем Магдалину Юрьевну Высоцкую в том, что ее восстановили на работе. Ну и будьте здоровы. А пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok